Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Запуталась. Состояние болота, нетработы и дохода. Зависит от мужа, как справиться и где выход. Спрашивает Анна. Ну, здесь в первую очередь то, что общее, можно выделить. Так скажем. Это, пожалуй, то, что подобное состояние стало возможным для вас, вероятнее всего. Потому что вы ставили себя как-то вот ниже, чем, например, ну ниже, чем своего мужа или ниже, чем какие-то вот общие, да, моменты. То есть вот как-то вот вы себя, судя по всему всему, принижали. И результатом такого принижения стало как раз такие ощущения, что вы запутались. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на то, а вот как бы я себя вот принижала, да, я себя как бы ставила вот ниже, чем, собственно говоря, чем, допустим, супруга. Я это делала, например, почему я это делала, для чего я это делала, из какой, ну, там, грубо говоря, цели. Да, я это делала, да, я это делала, вот, там, ну, условно говоря, рассчитывая, да, рассчитывая на что, вот. А делала ли я это сама или делала я это, потому что, ну, вот, так, например, так, так привыкла, допустим, да. То есть вот вариантов, в принципе, может быть довольно много, вот. Но человек путается, когда он не очень ориентируется в приоритетах. Да, то есть, условно говоря, есть люди, которым, ну, вполне комфортно находиться вот в состоянии, когда они там ниже кого-то. Ну, вот есть, есть такие люди. И это, в принципе, ну, не является чем-то обязательно, как бы, плохим. Вот. То есть это, в принципе, ну, вполне может быть такой адекватным, так скажем. Вот, позиции для человека. Вот. А если ему в этом состоянии, в общем и целом комфортно, хорошо, если ему в этом состоянии, в состоянии удобно. Вот. Если он чувствует себя в этом, ну, вполне естественно, так скажем. Но бывают и ситуации, когда человеку не совсем комфортно и не совсем хорошо в подобном состоянии. И вот, тогда начинаются трудности. То есть, когда человек сам по себе, ну, не чувствует себя естественно в этом состоянии. Да, когда его, например, тип характер, тип нервной системы не совсем подходит под ту среду, которую он себя окружал. Ну, а мы живем, соответственно, в таком мире, где на тип нервной системы, да, как-то вот обращается внимание, ну, в самую, мягко говоря, последнюю очередь. Когда говорят, что там, ну, могут, например, сказать, да, что это все баловство, что это все несерьезно, это все, там, выдумка и прочее, 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 прочее. Ну, вот, а так как, на самом деле, это, ну, довольно серьезно и довольно важно. Вот. Поэтому, в первую очередь, здесь, на мой взгляд, нужно обратить внимание именно на то, вот, как бы, насколько естественно для вас ставить себя ниже, грубо говоря, кого-то. вот, грубо говоря, там, ниже своего мужчины, например. Потому что то, что вы описываете, это, а, своего рода состоянии, когда вы, вы, там, забили, грубо говоря, просто забили на свои интересы все, которые у вас есть, да, на свой, а, какой-то вот, личностный путь, да, вот, и просто, как бы, начал исследовать вот, ну, в данном случае, за кем-то, вот, и это вот привело к тому, к чему, к чему привело, то есть, как бы, к потере себя, вот, это первое, первое, на что хочется обратить ваше внимание, да, вот, второе, конечно, это вопрос границ, то есть, вопрос того, где, как бы, ну, где, а вы, где ваш муж, да, то есть, как бы, такое, вот, достаточно чёткое разграничение между вами и вашему мужу, то есть, конечно, безусловно, у вас есть, а, что-то общее, и, как бы, что-то общее должно быть, да, вот, ну, и есть, так же, а, что-то, что, вот, как бы, только ваш, вот, а есть тот, что только его, и это нормально, вот, поэтому здесь аспект, как мне кажется, именно, вот, а, ну, отграничение или отграничение себя, вот, мужа, вот, это необходимо для того, чтобы вы воспринимали и, как бы, как бы, ощущали себя собой, что вы не предаток, да, там, вот, ну, своего супруга, что вы не предаток его, а что вы, ну, вот, человек, что вы личность, что вы, вот, ну, что-то отдельное всё, помимо прочего, вот, и чтобы это стало возможным, необходим как раз личные границы, да, что я делаю для тебя, что я делаю, что я делаю для себя, ну, вот, что я не делаю для тебя, да, что я не делаю для себя, чего я хочу для себя, чего я не хочу для себя, да, и так далее, вот, 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 это вот то, на что нужно обратить внимание, вот, опять же, что здесь важно понимать, здесь важно понимать, что границы у всех разные, вот, границы у всех как бы, ну, свои, вот, и у вас как бы свои границы, вот, у вашего супруга свои границы, вот, и как бы это абсолютно нормально, что, например, как бы в процессе вашего взаимодействия случилось так, что вы, вот, полностью от него зависли, потому что, ну, опять же, большинство людей, да, в бытовой, в бытовой жизни, так скажем, аспект, вот, они не задумывают запом, чтобы как-то, чтобы как-то человеку помочь обрести свои границы, обрести свои границы, или обрести себя, но я об этом просто не задумывался, и, честно говоря, обвинить их в слое, потому что, ну, если вот так подумать, да, если так вот, ну, можно сказать, прикинуть, вот, то вообще-то они не должны этого делать, вот, ну, потому что это во многом как раз наша задача, это задача, собственно, человека, это не задача, как бы нашего партнера, он не наш психотерапевт, вот, ну, очень часто бывает, так что, как раз таки, вот, обвинить близкого человека, да, легче всего. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы кого-то кого-то обвиняете, нет, я просто говорю о том, что вот угадывается в вашем сообщении, не какая-то такая обида на мужа, может быть, агрессия даже, что, мол, вот, я тебя завишу, вот, как бы, ну, нахожусь в болоте и так далее. На самом деле здесь просто из вашего поля сознания, из вашего поля внимания выбивается, как бы, факт вашего выбора так жить, вот. Факт того, что вы так выбирали, вы выбирали так жить, ну, условно говоря, из расчёта на что-то, вот. То есть вы, выбирая так жить, рассчитывали, вот, на то, что, вот, вы что-то получите. А потом, вот, ну, например, там, получите, может быть, какую-то стабильность, может быть, какую-то определённость, да, может быть, там, чего-то ещё, не так это сейчас, в принципе, важно, вот, вы на это рассчитывали, но не получили. Совершенно очевидно, да, не получили. Потребность осталась у вас, а в способе её удовлетворения вы разочаровались, что, в принципе, ну, нормально. Вот, поэтому, опять же, здесь, в первую очередь, нужно посмотреть, чего вы вообще глобально хотите. Там ещё, чтобы создавать, например, семью, здоровые отношения, необходимо, необходимо удовлетворение некоторых базовых потребностей. Вот, например, необходимо, доверять себе, доверяться, как бы, ну, себе, людям, другим. Иметь определённую, автономную, вот, то есть, уметь быть автономным, иметь определённые правила для себя, вот. Если этих правил нет, если этих, грубо говоря, вещей у вас нет, то есть семью создать будет сложно. Она, эта семья, всегда будет, вот, знаете, как, такие костыли, да, для вас просьбы и держат, а идти не очень удобно. И всё время вы, как-то вот, спотыкаетесь. Понимаете, да? Что мы делали? Что мы делали? Что мы делали? Вы. Для, допустим, себя. Ну, вот. Ну, вот. Не создали. Некую, некую такую вот. Среду. в которой вы бы, опять, чувствовали себя относительно комфортно, в которой вы бы себя чувствовали относительно свободно, автономно, вот, и так далее. Если вы не создали такую среду для себя, то в отношениях с другими людьми, в том числе, вам будет сложно. Ну, как это происходит, я думаю, говорить необязательно. У нас, как бы, это очень часто происходит. Не особо, как бы, ну, не особо заостряю внимание на том, да, готов человек к этому, к семье. Вот. У нас история такая, что быстрее, чем быстрее, тем лучше. Если, как бы, ну, семью не создал, то вообще, как бы, что-то с тобой не так, да, и если до 30 лет для вот девушки особенно за ночь не вышло, вот, то, как бы, все уже никому не нужно. Поэтому очень часто женщины делают, вот, своей, такой вот, главной целью, именно, вот, создание семьи. Вот, поэтому они, как бы, не особо людям доверяют, да, вот, просто ждут от людей каких-то указаний, да, ждут, что их кто-то направит, но, как бы, сами куда они идут особо не понимают. Вот. Нет доверия, нет, нет, нет автономии и, соответственно, нет правил. Вот. Вот. И проблемы гендерного поведения тоже присутствуют. Вот. Поэтому, помимо того, о чем я сказал, следующее, на что хочется обратить внимание, это две вещи. Запуталось между чем и чем, то есть конфликт чего с чем вы ощущаете. И второе, что дает вам болот. Сейчас вот вы говорите, что я в болоте, да, как справиться? То есть, справиться с чем? Что вы вкладываете в, ну, в это слово? Справиться. Справиться. Справиться, это значит подавить. Вот. Это, на мой взгляд, тоже то, на что нужно обратить ваше внимание. Потому что подавлять, давайте мы с вами ничего не будем. Вот. Мне кажется, вы уже достаточно подавляли себе, чтобы и дальше это делать. На мой взгляд, совершенно очевидно, что это не работает. Не работает подавление. Не работает какое-то избегание. Не работает попытка уйти, спрятаться и так далее. Не работает. Понимаете, какая история? Вот. Вот. Поэтому эти два момента крайне важно заметить вам. Вот. Крайне. Крайне важно вам эти два момента заметить. И дальше уже с этим работать. Вот. То есть, как бы, ну, корректировать. У вас возможны, конечно же, и разного рода страхи, сомнения, комплексы. Вот. Если что-то такое есть, то с этим это также можно поисследовать. Если ваш муж солидарен с вами в том, что есть проблематика, то и с ним также можно и нужно поработать. С вами вместе. Как старый. Вот. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!